Десять лет назад компания одна из первых пришла в Край и вложила в производство крупные инвестиции. Теперь на территории работают сразу два завода в станице Новотитровской и Тимошевске. Проект, который во многом показывает нашим зарубежным инвесторам о том, что в России, в частности на Кубани, можно работать, вкладывать свои частные инвестиции. Бандуэль – это передовой проект. Здесь применены самые последние технологические концепции, оборудование. И, скажу честно, я во многом даже разговариваю с бизнесом, ставлю пример. Вот такие европейские компании и по уровню зарплаты, и по уровню социальной поддержки. Я думаю, что это то, к чему мы должны стремиться. Сейчас предприятие Бандуэль Кубань – одно из самых прибыльных и известных в России. Создано десятки рабочих мест. Средняя зарплата в компании – 27 тысяч рублей. Помимо прочего, это крупный налогоплательщик. Только Тимошевский завод перечислил в краевой бюджет в прошлом году почти 14 миллионов рублей. Помню свои слова, когда сказал, что, надеялся, что все-таки мы будем вносить свою лепту в налоги краевые. И как бы нам не хотелось бы платить поменьше, как и всем, но мы все-таки свою неплохую лепту внесли в общую казну. И не ошибусь, если скажу, что в будущем будем платить еще больше. Но забот в крупной компании еще хватает. Как выразился на встрече сам Бенуа Бандуэль, сегодня он приехал к губернатору с надеждой на помощь. Предприятие увеличивает мощности завода, и сейчас необходимо решать земельные вопросы. Площади посадок кукурузы и гороха будут только расти, чтобы завод гарантированно получал сырье. В перспективный завод в Новотитровской французы планируют инвестировать до 40 миллионов евро. То есть у нас теперь в настоящее время вместе взятые в Канаде и в США 11 промышленных производств, 11 заводов имеется. Приобрели еще один завод в Венгрии. И уже год назад приобрели завод в Тимошевске в России. Можем сказать сейчас, что завод в Новотитровске это один из самых лучших передовых заводов в компании. В Тимошевске еще надо поработать, чтобы он поднялся на этот уровень. Но надежды самые хорошие есть на это. Говорили на встречу губернаторы-бизнесмен и в целом об урожае на Кубани. В этом году он рекордный по пшенице. Таких же высоких результатов ждут и по другим культурам. Кукурузе, рису и сахарной свекле, отметил Александр Ткачев. Поле сегодняшнее Кубанское тяжело отличить от европейского. Потому что, конечно, наличие удобрений в нужном количестве. Неплохая техника, вы сами смогли убедиться. Ну и плюс большое количество осадков, конечно, для промышленно-технических культур дал возможность получить наивысший урожай за последние 5-7 лет. Компания Бандюэль тоже надеются на хорошее урожай кукурузы и гороха. Это основное сырье для производства консервов. И чтобы не зависеть от капризов погоды, намерены развивать орошаемое земледелие. Пообещали не жалеть инвестиций. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.